Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы сегодня вам представить такой интересный доклад. Почему интересный? Потому что антибактериальная терапия является одной из самых, наверное, значимых и животрепещущих тем для отделения интенсивной терапии, вообще для интенсивистов во всем мире, не только у нас. И это связано с увеличением заболеваемости и высоким уровнем смертности от сепсиса, от септического шока, несмотря на развитие медицинской науки, несмотря на множественные терапевтические инновации. Сепсис и инфекционные осложнения до сих пор остаются серьезной глобальной проблемой здравоохранения. Также связано с увеличением количества микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью, которые возникают на фоне бесконтрольного и рационального использования антибактериальных препаратов. И с увеличением количества пациентов с тяжелыми сопутствующими хроническими заболеваниями и онкологическими заболеваниями, которые осложняют течение инфекционных заболеваний в худшую сторону. Краеугольным камнем лечения сепсиса и инфекционных осложнений является антибактериальная терапия. И достоверно известно, что своевременное начало и, главное, правильное использование антибактериальных препаратов связано с увеличением выживаемости и улучшением исходов. Поэтому крайне важно оптимизировать использование антибактериальных препаратов не только для достижения максимального терапевтического успеха, но и для продления клинической жизни доступных в настоящее время антибактериальных средств за счет ограничения возникновения резистентности. Обычно мы при лечении тяжелых инфекций, вызванных полирезистентными организмами в том числе, используем стандартные схемы антибактериальной терапии, но если обратить внимание на подфизиологию критических состояний, становится понятно, что стандартные схемы не всегда эффективны, и мы с вами это видим ежедневно в клинической практике. У пациентов в критическом состоянии часто возникает широкий спектр подфизиологических изменений, которые влияют на фармакокинетику и могут усложнить дозирование и назначение антибактериальных препаратов. Отсюда следует, что обычные режимы дозирования противомикробных средств могут привести к риску клинической неудачи в связи с, допустим, низкой экспозицией препарата и неэффективностью лечения, либо возникновением устойчивости, либо, наоборот, к высокой экспозиции препарата, что будет значительно увеличивать токсичность. Итак, наверное, если говорить про изменения фармакокинетики, то критическое состояние сопровождается большим количеством гомеостатических изменений, которые вызывают основные процессы заболевания и необходимыми дополнительными вмешательствами с нашей стороны, а также наличие хронических заболеваний усложняет условия для проведения адекватной антибактериальной терапии. И если говорить о форматокинетике, в первую очередь мы обращаем внимание на изменение объема распределения и изменение клиренса. И опять же, все факторы, которые воздействуют на клиренс и объем распределения, мы встречаем с вами ежедневно в клинической практике. Это эндотелиальная дисфункция, которая характеризуется возникновением феномена капиллярной утечки и перераспределением жидкости из внутрисудистого пространства в интерстициальное. Это инфузионная терапия, объемная, которая еще больше усугубляет этот процесс. Это гипоальбуминемия, которая является ответом на острую фазу воспаления. Также приводит к увеличению объема распределения. Особенно это важно для препаратов, которые связываются с альбумином. И за счет гипоальбуминемии увеличивается свободная фракция, увеличивается объем распределения и клиренс. Ну и, наконец, избыточная масса тела. По поводу изменения клиренса. Значит, в первую очередь мы, наверное, обращаем внимание на работу почек. Часто можно встретить нарушение функции работы почек в виде острого почечного повреждения либо пациентов с хронической болезнью почек. Эти состояния нарушают клиренс, приводят к увеличению токсичности антибактериальных препаратов. В крайних случаях острое почечное повреждение прогрессирует, требует проведения заместительной почечной терапии, что тоже влияет на формакокинетику и зависит вообще от большинства переменных, таких как вид процедуры, размер пор гемофильтра, площадь мембраны и скорости ультрафильтрации. Учитывая вышеперечисленные факторы, становится очевидно, что для решения головоломки антибактериальной терапии важно обращать внимание не только на очаг инфекции, не только на анализ антибиотикограммы, но еще необходимо учитывать своевременное введение правильной дозы антибактериальных средств в соответствии с патофизиологическим статусом пациента. Итак, зачем же нам нужен терапевтический лекарственный мониторинг антибактериальных средств? В настоящее время можно выделить, я думаю, три самых главных цели. Первый – это обеспечение адекватной концентрации препарата в очаге инфекции, что в свою очередь увеличивает эффективность антибактериальной терапии и приближает нас к достижению второй цели – снижение риска возникновения резистентности к антибактериальным препаратам. И третье – это минимизация токсичности антибиотиков. В сумме эти три фактора скрывают за собой еще большее количество положительных эффектов и приводят нас к еще более рациональному использованию антибактериальных препаратов. И в современном представлении терапевтический лекарственный мониторинг антибиотиков должен выглядеть примерно вот так. То есть он должен сопровождать пациента на протяжении всего его лечения и всего времени наблюдения в условиях интенсивной терапии, на протяжении всего периода проведения антибактериальной терапии и на протяжении всех тех действий, которые с ним происходят, будь то повышение клиренса, будь то повышение потребности в прессорной поддержке, будь то феномен капиллярной утечки, начало заместительной почечной терапии или инициация экстракорпоральной мембраны оксигенации. Я в заключении позволю себе пару слайдов сказать, что в настоящее время уже есть результаты исследований, которые выполнены были у нас на кафедре под руководством Сергея Васильевича Царенко в сотрудничестве с Институтом вакцин и сывороток Мечникова, а именно разработан метод количественного определения полимексина B в сыворотке крови у пациентов, находящихся в критическом состоянии, который может быть использован для терапевтического мониторинга. Исследована фармакинетика полимексина B у пациентов в критическом состоянии с нарушением функций почек и получающих процедуру заместительной почечной терапии. Исследована фармакинетика полимексина B у пациентов, получающих экстракорпоральную мембранную оксигенацию. И самые последние разработаны методы определения концентрации тигициклина в сыворотке крови у пациентов, находящихся в критическом состоянии, которые также могут быть использованы для терапевтического лекарственного мониторинга. И в настоящий момент работы продолжаются. Продолжается изучение фармакинетики полимексина B и тигициклина. И также мы сейчас работаем над тем, чтобы измерять концентрацию антибиотиков не только в крови, но и в моче, и в арахиальном секрете. Спасибо за внимание.